Здравствуйте, что у вас сегодня пост и молитва. Но Господь позволил мне избрать очень прекрасную тему для нашего размышления. Это мы возьмем также из псалма 24-го, 24-й псалом, с 12-го стиха. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Стоит вопрос, какое преимущество бояться Бога? И нам Слово Божие открывает. Оказывается, преимущество огромное. Боящимся его, он открывает, какой путь избрать. Какой путь избрать? Знаете, это немалый вопрос, когда человек ищет разрешение вот этого вопроса, каким жизненным путем пойти в этом греховном мире. И даже боящимся Господа Бог благословит и наследие. Семя его, дети. Вот так. Это будет благо. Благо. И тайны даже свои. Бог кому открывает? Боящимся его. Вот. Почему другим-то не открывает? Да они не ищут Господа и не боятся его. Зачем им открывать? А вот боящимся его, Господь открывает свои тайны. В самом деле, мы окружены тайными. Вот когда рождается дитя, начинает только осмысливать, он удивляется красоте этого мира, в котором мы живем. Это мы вот так привыкли взрослые, считаем это обыденным, серым. А для ребенка все ново. Почему они задают бесконечные вопросы? А это почему? А это как? Почему? Да они хотят познать эти тайны, которые их окружают. И мы должны им помогать в этом. Иногда родители говорят, да надоел-то своим, почему? Это плохо. Очень плохо. Вы таким образом ребенка отдаете другим. Те, которые его научат потом не тому, чему нужно. И потом вы же будете плакать. И поэтому, дорогие, надо нам, самим познавшим Господа, научить детей. Научить. Чтобы они прекрасно разбирались в этом мире, в котором мы живем. Но, знаете, дорогие, любознательность присуща особенно детям. Особенно. А потом юноша, когда он начинает уже входить в понятие самостоятельности, это самый тяжелый момент, как говорят, тяжелый момент перехода в самостоятельный возраст, у него появляется личное «я». Тогда он говорит родителям, я все знаю. Чего вы? Я все знаю. Хотя он ничего еще не знает. Ему уже трудно будет привить. Вы знаете? Поэтому нужно пользоваться, когда ребенок хочет, просит и задает тысячу вопросов. Тайна – это сокрытая, непонятная, неизвестная как в природе, так и в дивном Творце Боге. Часто ребенок задает, откуда этот чудесный мир, в котором мы живем? Разве это не интересно? Откуда? Вы знаете, я часто задавал отцу, пап, а все ли сотворил Бог? А может, что-то и природа свое творит, как нас учат в школе? И благо то, что отец мой меня просвещал в этих вопросах. Нет, сын мой, все до мелочи. Все является творением мудрого Творца. Бог сочетал в дивной гармонии. Только человек не понимает, что все сочитано. Вот теперь только люди понимают. Вторгаясь в природу, они нарушают гармонию природы. И потом пожинают ужасное явление. Нет, все Бог сотворил до мелочи. Я очень потом увлекался и поражался. Даже микромир беспредельно интересен. Сколько существует различных микроорганизмов и полезных, конечно, больше полезных. Есть и вредные. И вот Бог сокрыл от нас этот микромир. А если бы мы видели глазами, что творится в этом микромире, мы бы содрогнулись. Мы бы не могли кушать. Посмотрите на руки, они кишат. Ну, благо, что мы не видим. Благо. Дорогие. Красота. Того мира, в котором мы живем. А разве не загадка? А откуда все начало быть? Вот это первый вопрос. А откуда все начало быть? Земля же не вечно существует. А откуда все начало быть? Вот удивительно. Вот хорошо, когда родители объясняют. Бог в плане своем. Все продумал не только Вселенную, а нашу маленькую землю. Чтобы поселить там человека, который будет носить его божественный образ. Его божественный образ. Ни о ком не сказано, ни о ангелах. Не сказано, что они носят божественный образ. Только о человеке. Поэтому и написано. Не ангелом Бог заповедует, как будущие Вселенные. Но нам. Нам. Мы носим его божественный образ. И поэтому, дорогие дети, если они не найдут ответ у вас, они пойдут к безбожникам. А те скажут, какой там творец. Все создала природа. Я уже как приводил этот пример. Как-то зимой я зашел на почту. Там мне было нужно. И на подоконнике стоял цветок. Я даже не знаю, что это за цветок. Но он был как раз расцветший такой красотой. Как раз там за гном снег. Там холод. А здесь такая красота. И вдруг пошла одна женщина с маленькой девочкой. Эта девочка увидела этот цветок и залепетала. Мама, смотри, как красиво! А я говорю, а кто это сотворил? Ребенок смотрит на маму. Она же не знает. А мама ее учит. Скажи, доченька, природа. Она говорит, природа. Я говорю, а разве у природы есть разум? Мать сразу насторожилась. Поняла, здесь, наверное, баптист. Схватила свое ребенка и подальше от меня. А то сейчас начнет говорить о Боге. Вот так, дорогие. научат ваших детей, что все сотворила природа. А что такое природа, они и сами не понимают. Неужели она творила само себя? Да, дорогие? Потом стоит вопрос, для чего человек живет? Какая цель нашей жизни? Для чего мы живем? Вот этот вопрос меня так мучил, я надоел отцу. Пап, зачем мы живем? Какая цель? Какая цель? Ну, посмотри, вот ты прожил жизнь, мучаешься, страдаешь. Какая цель? Вы думаете, это простой вопрос? Сколько людей, не получив ответа на этот вопрос, покончила жизнь? Почему? Да он видит, кажется, бессмысленность жизни. Для чего я живу? Чтобы мучиться? Какой конец? Какой финал? Дорогие, если вы сумеете правильно ответить вашим детям, что мы живем для вечной цели, не для этой временной, земной, полной мучений и страданий, а живем для вечной цели. Вот для чего живет человек. Объясните детям, не для временного, а для вечного. Почему, говорит, в мире столько страданий? Вот спрашивают дети, пап, ты вот говоришь, Бог любит, но почему он допускает столько страданий, столько болезней? Кажется, хорошие люди тоже болеют, так же мучаются. Так же страдают. Ну зачем столько страданий в мире? Ну дал бы Господь прожить дни свои, как Иов сказал. Ты же знаешь, мало мне жить, но отступи от меня и дай мне прожить жизнь. Но почему в мире столько страданий? Вы думаете, не ставят этот вопрос юные сердца? Ставят? Если Бог любит, зачем столько в мире горя и море слез? и дьявол не сеял раздора между людьми, и даже он поражает людей различными заболеваниями. И только греховный мир страдает. Сам человек избрал этот путь. Сам. И теперь пожинает. Вот поэтому и страдания он сам избрал. Когда Бог ему предложил избери. И он избрал этот путь страданий. И теперь страдают люди. Теперь Бог предлагает тебе во Хрисе другой путь. Путь радости, вечной жизни. Избери. Что ты изберешь? Да, дорогие. Много вопросов еще задают не только дети, и взрослые. Как Бог спас нас во Христе? Что это значит искупительная жертва? Что не было другого пути спасения? Нужно было обязательно Богу принести такую величайшую жертву? Вот нужно объяснить. Нет другого пути. Этот вопрос даже сам ставил Христос Гефсимане. Когда он трижды падал в ниц пред своим отцом. И рыдая говорил, отче, неужели мне идти этим путем? Может, есть другой путь спасения? И Бог ему говорил, отец, нет ценой, нет другого пути. Нет другого пути спасения гибнущих людей. Да будет воля твоя. Да, дорогие, нет другого пути. А ведь люди задают нам вопрос, зачем Бог такой высокой ценой искупил людей? Неужели он, Бог, не мог сделать как-то по-другому? Не было другого пути. А некоторые задают вопрос, а что такое вечность? Как один мне сказал, да я за короткую жизнь не устал жить? А это целая вечность. Я говорю, чудак, и тогда будет совсем другая жизнь. Не такая, как на земле, где мы мучаемся, а там мы будем вечно радоваться. И при том мы не будем там сидеть праздно и размышлять, а мы будем участвовать в дивном творчестве вселенной. Вот, дорогие, Бог будет показывать нам не только все новое, а мы будем участвовать в этом дивном творчестве этой прекрасной вселенной. Он будет показывать нам как детям, как Отец показывает своим детям, так и вечный Бог, творя все новое, будет и нас вводить в эту красоту прекрасной природы, прекрасного творчества. Человек тоже творит, потому что он создан по образу и подобию Божьему. Да, человек творит. И порой он горголиво заявляет, а что Бог, я тоже творю. Как некогда отъезды сказали, мы Боги, мы в космос летали. вот так человек тоже творит, но только он сейчас все творит на погибель себе. Как я многим говорю, только изобрел порох и что делал? Сразу убивать друг друга. Только открыл атом, что сделал? На голову людям истребить миллионы. Вот и все. Вот он, что творит. И сейчас мир находится на том грани, на такой грани, что может несколько раз уничтожить всех людей на земле. Вот это натворил человек. Творит. Ну не знает. Дай Бог, чтобы это творчество было не таким, как оно сейчас, а было в пользу нам, во славу Господа. Итак, дорогие, как вы слышали, дети, о которых мы сегодня молимся, так сумейте их наставить, рассказать им. Видите, когда ребенок будет захвачен то, что мы им будем рассказывать, он не пойдет в этот греховный мир. Благобоящимся Господа. Он откроет им все тайны, божественные тайны. И недаром Христос воскликнул, Отче, я славлю тебя, что ты это сокрыл от кого? От мудрых и разумных открыл это младенцам. А мы действительно младенцы пред Господом. как порой мы смотрим на малых детей и удивляемся, какие они наивны, еще не знают, что они вошли в мир ужасный. Так порой Отец смотрит на нас, как на наивных детей, еще не понимающих всей сложности жизни. научим детей наших. Хвала ему во век. Аминь. Ставши поблагодарим Господа. Боже Великий, славит тебя душа наша. Ты открыл нам величие славы твоей, и мы были увлечены твоей любовью, которая превосходит наше разумение. Господи, мы благодарим тебя, что ты дал нам наследие и поставил нам задачу, чтобы мы и им открыли величие любви твоей, чтобы не увлек их этот греховный мир, потому что враг лукав имеет вековечный опыт, как обольщать простодушные души. Господи, а мы молим тебя, сохрани детей наших, ибо ты обещал это сделать ради вечной милости. Да будет всем домом нашим прославлено Твое чудное имя во всех искупленных Твоих наш динолюбящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Твое чудо твое чудо твое чудо твое чудо